Скажи, да он что мать-то знает, если он жил в той стороне? Я не знаю, в Барнаул на заработки ехать. У нас из Барнаула куда-то едут. Он недавно только туда поехал. Он не очень-то давно. Он вот буквально с сентября-октябрь он туда поехал. А где он вообще живет? Где он вообще живет-то? В Омске, в Омске они живут, дизигнати. Да что он в Барнаул ехать? Тут с работы-то не ахти как. Тоже непонятно, в Барнаул. Из Барнаула люди едут куда-то на работу. У него как будто дядя там есть, и тот что ли его пригласил туда на заработки, что-то так. В Барнауле самая низкая зарплата по всей России. Алтайский край, самая низкая. Я так слышал. Он закончил университет в Омске или институт, я не знаю. Вот. Ой, не помню я какой. И по институтской вроде очень дешево. По профессии очень дешево там. Зарплата низкая по его профессии. Я не знаю, ты там оправляюсь. Не помню точно. Мама его говорила. Я не помню сейчас, дядя Инати, что он закончил. И дядя его пригласил туда. И он поехал. Я это понял уже, повторяешь. Дело в том, что когда в Потеряевке люди приезжали, один мне написал. У меня два высших образования, но делать я ничего не умею. Ну и что? А другой ни одного образования у него нет. Вот со мной Володя снимает и стоит. Вот нет никакого вообще образования. А он везде нужен, везде годен на любую работу. От Лёва, этот Пальгуев. Он любую машину, любую иномарку может отремонтировать. В автосервисе работает. Машинку, как Николай, холодильник. Тут два Николая есть. Котел тут. Ну что угодно. Дядя Игнатий, я не знаю. Но я очень хочу, чтобы ты уделил этому мальчику внимание. Я не знаю. Как я уделил, когда не пускают? Как? Поясни мне. Ты уже сказала. Тут мне говорить это не надо. Я и так знаю. Но как? Если там доступа нет. Виктор позвонил и говорит, там, который начальник был, до того, говорит, суровый, до того, говорит, это, ну, просто шибко не так. Нам надо разведать сначала, когда можно будет к нему пойти. Инфекционно, это понятно. Инфекция, это зараза. Да, 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 я понимаю это, я понимаю. Ну. Я понимаю. Виктор Андреевич в первую очередь бы сходил-то. Ну, позвонил он и что-то негативное такое. Ответ на него дали. Я вот дозвоню соседа Татьяны, скажу. Они тут попытаются проникнуть к нему. Ты мне расскажи, как у вас дома духовная обстановка какая? Ну, в каком смысле какая, Дедя Игнатий? Что именно вот тебя интересует? Меня интересует то, как вы спасаетесь. Как мама Катя? Мир между вами нет. Как часто молитесь? Как часто считаете Слово Божие? Ну, мама Катя, мама Катя уже стареет, дядя Игнатий, стареет. А когда мы стареем, а сходу, о сходу умились. Скудный ум уже становится. Понесла мы многодетная семья. Многодетным семьям есть специальная организация. Нам помогает государство продуктами питания в свое время какое-то. Вот, ну, нас много считается, пять родителей. Мне много дают. Я несу быстренько маме тоже туда. Говорю, Наде тоже, да, сейчас девочка учится в институте. Они вдвоем там где-то квартиру снимают. Это отнесла ей туда. Она туда Наде несет, бежит. Ну, вот так, Маргарите помогаем туда-сюда. Ну, это такое, это материальная часть. Что-то маме передала, говорит, у Наде передала. Ой, я забыла. И мы начинаем с Надей ее ругать. А сама за собой чувствую, что я тоже старею и то же самое делаю. И говорю, господи, помоги, как отец таким говорил. Молись, Маринка, чтобы ты такая не была, как бабушки. Тятя говорил мне, молись, когда я приходила. Говорила, вот почему бабушка на меня наезжает. А он мне говорил, ничего не знаю, молись, чтобы ты в старости такая не была. Запомнила. О, да. Что надо мне? Ну, наверное, так надо. Почему у вас глазка нету? Объясни мне. Смотри, у нас был, он сломался. Теперь одни мне говорю, давай купим новую. Он мне говорит, зачем? Ну, глазок необходимый, убеди его. Там скиньтесь по десятке-то. Десять евро и там десять, и все, и купите. А он всего-то десять стоит. Ну, из-за этого ты не дает десять евро? Что смеетесь? Ну, возьми, я тебе заплачу тогда. У нас есть ногу. Скажи, есть ногу? Все ясно. Да ты не держи, я сижу в платке, если вот себя не снимают. Все равно мне на фото посмотреть. Все ясно, дядя Игнатий. Ладно. Ну, постараемся поставить. Ну, что еще? Ну, молимся, молимся, как сказать? Читаем, да, читаем Библию, читаем Писание. Как вопросы, где у меня там в Писании? Сегодня было в Евангелии от Матфея по главе. Читаю сегодня 18 глава, не помню, стих там какой-то. Вот. Я сразу раз вопрос ставлю. Там, где в Библии, в Евангелии у меня вопросы стоят, это значит, что надо дядя Игнатию их потом задать. Вот сейчас Евангелие осталось наверху. Это мне сейчас надо побежать туда и принести. Ну, ты беги, принеси. Чтобы пустой разговор-то был. Бегом. Сейчас отец на ум был, задавал вопросы. Хороший получится у нас ролик. Он должен быть насыщенный, божественный. Копейки буквально этот глазок-то стоит. Это же не глаз человеческий. Я объясню о голубых. Это вот один из самых старейших моих. Отход-то залетел он тут и на всех снимках, везде он. Подожди, я не слышу. Чего ты про отца Архима говоришь, дядя Игнать? Я уже бежал. Рассказываю про голубей. Володя снимает у меня тут голуби в комнате. Мы были в Тобольске, и там монах Агапит такой. У него голубей много-много. Но одно время что-то получилось так, что его где-то попросили. Голубей держать негде. Так он их в келье держал. Много голубей. Везде они как у меня сидели там и на иконах. Это любовь. Я посмотрел, сколько у него огромные бочки. Заре готовлю, а там и гороху, и пшеницы еще только нет. И как он этих голубей дорогой вез однажды. Послушай. Евангелие от Матфея, 18 глава, 9-10 стих. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть верным в гиену огненную. Точка. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице от самого небеса. Теперь скажи мне. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Кого сих? Каких малых? Людей, которые в глазах людей ничтожные, малые. Малые возраста, малое знание, малое по имуществу. Не презирайте никого из них. Потому что эти люди скромные, жители сельской, может деревушки какой-то, неразвращенные. Они молятся, и ангелы пребывают с ними. Господь об этом и говорит. Не только о детях. Будьте как дети. Никого не презирайте. Не презирайте. Это люди верующие, люди, которые находятся в церкви Христовой. По-нашему перевести-то. А впереди, что написано, это надо смотреть. Про око там, чтобы не соблазнять. Око-то что? Око-то человек, который для нас как глаз. А то у нас отец на нашу Валью говорил. Валька для меня это один глаз, а Пашка второй глаз. Почему? Глаз. Они как глаза. Апостол Павел говорит в послании Галатам. Готовы были исторжить очи свои и отдать мне. Так они его любили. Есть человек, который для тебя все. Все он знает, все смотрит, научает, подсказывает. А ты видишь, он не туда тащит. Вырви и брось эту дружбу от себя. Ну ты видишь, он не тому научает. Приходит, детей развращает. Вырви его, оторви. Не глаз свой. Глаз свой это, кажется, на горах у Лескова. Или гора называется, Николая Семеновича. Там нужно было чудо сотворить, и никто не мог. Это необходимо, там была казнь была. И он сапожник шилом себе глаз выколол. Это было такое, в житии одной святой она ткала. А когда ткет, у нее щелнок. И вот к ней прилип там один, и проходу не дает. Но однажды она говорит, ладно, заходи домой. Но видит, что он везде подкарауливает ее. Так, скажи, что ты ко мне пристал? Да я не знаю, говорит, жить без тебя не могу. Я как увидел твои глаза, ты поразила меня. Такие глаза, глубокие озера. Она говорит, да какие озера, там мизинцем достанешь дно. Какой глаз тебе, говорит, больше нравится? Да как какой, вот этот. Она как сидела с щелноком, как дала в глаз, так сразу потекло оттуда, выбила глаз-то. Он ужаснулся, бросил и убежал. Он понял, это фанат, птичка. А она ради Господа выбила глаз. Но однако каноны намертво это запрещают. Вот Оригин, борясь с похотью, ничего не мог сделать с этим и взял, сам себя кастрировал. У церкви есть на это каноны, которые от таких людей отлучают. Есть такое в житиях один Яков. Он не знал, как бороться. Бороться очень просто. Я знаю одно лекарство, которое прям библейское лекарство. Всю похоть уничтожает. Уничтожает и, притом безгрешно. А как? Женись и рожай детей штук 15. А то многодетно, 5 ребятишек многодетно. У нас у отца с матерью 10 было. 10. У меня, друзья, в Германии есть 13 детей. Ну вот у Нади, она когда преподавала, там в Новосибирске было, кажется, 18 ребятишек у баптистов было. Да, ну это тогда. Сейчас, сейчас, дядя Игнатьев, в наше время детки один меньше другого. 13 детей. Ну ладно, я не об этом. Я просто сказал, что-то всыпилось в меня. Так, слушай, дядя Игнатьев, еще... Отстань. Еще так. Я просто тебе сказал. Да, да. Дядя Игнатьев, послушай теперь меня. Вот я не помню, ты говорил или нет. Вот ты мне скажи, тебе нравится, когда вот твоя Библия вся исписана? У меня Библия, не Библия, а вот у меня одно Евангелие, мое личное. Новый Завет и Псалтирь вместе. То, что мне нравится, я все аккуратненько, но я стараюсь аккуратно, я не знаю, подчеркиваю. Никак нельзя, в Библии ни одной черточки не делай. Ну почему нельзя, дядя Игнатьев? Так, все, 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 подожди, подожди. Я сказал, ты не согласен, начинается спор. Делай как хочешь, будешь отвечать перед Богом. Тебе это надо. И этого делать нельзя. В любой книге, личной табу твоей, ты можешь делать точечки какие-то, можешь даже маленько пометить каким-то цветом. Библия не трожь. Она неприкасаемая. Ты что, городишь глупость. А я вот в Псалтире, в основном, я тебе скажу так, в Псалтире. Вот, например, здесь у меня есть, наверху написано, ласточка у алтарей, 83-й Псалом, 4. Вот на бумажке напиши, бумажка пускает, и у тебя закладкой будет. Ты меня попросила, я сказал, я в Библии за всю жизнь не сделал ни одной пометки. И знаю, не хуже тебя ее. Да я знаю. Дело в том, что... Ну, вот Нима тоже ругает меня, я не могу, а мне вот надо тут же... Он правильно говорит. Я был у Валентины с Артисон. Да. И нужно было проверить книги у ней, которые мои книги у ней стоят. А она там загибает, загибает, загнута и дальше в листы. Я гляжу, я тогда решил с первого тома пересчитать, в каком томе сколько загибов. Несколько десятков. Она пришла домой, я показываю, это твоя работа, как Шариков говорил. Моя работа. Зачем ты сделала? На этом месте еще бумага сделана из мелких. Она переламывается, в этом месте отломится, у тебя не будет. Да я хотел, да закладку положи. Больше двух закладок, это означает, что ты не читаешь. Две закладки говорят о том, что у тебя есть важные места. Три закладки, значит, ты первую еще не прочитала. Выписки делай-то. Я говорю, садись и пиши объяснительную. Зачем ты это сделал? Я книги-то продаю в два-три раза дешевле. Но она написала объяснительную, засчитали, и в интернете это стоит. Это у меня здесь со школьной скамьи, вот эта дурная привычка. Я обещаюсь никогда это не делать. Все очень по чему. Как судебный протокол записали. Я говорю, я это все выставлю от тебя. Договорились. И люди на этом учатся. Ни одного загиба не делал, ни одной пометки в Библии. Это не надо. Да, Дима тоже не делает. У него одна закладка. Он перечитал. Правда, он начал книги читать с последнего и идет вперед. Так скажи, зачем я тебе буду говорить, когда рядом с тобой учитель, который учит тебя абсолютно правильно? А ты издалека ко мне звонишь и... Он говорит то же, что я говорю. Одно и то же. Не делать много закладок. И не подчеркивать, и не загибать. Нет, нет, я сейчас тебе хочу похвалить его, что он читает твои книги открытым оком. Он начал с конца и идет сюда. Дошел до 19-го. Сейчас 19-ю читает. С 30-й уже к 19-й пошел. Так послушай... Одна закладочка по порядку. Валерина, ты наши ролики смотришь? Конечно. Ты слышала, батюшка письмо епископа засчитывал? Да. Ну, дело в том, что стоит еще так. Батюшке позвонил один, я не буду называть уже, подводить его. Тут было и партиальное собрание благочинных. И один благочинный знакомый батюшке позвонил, говорит, ну, было то, другое. А какая программа? Ну, первое, это про деньги, чтобы платили больше денег. Со церкви. Ну, это понятно. Там свои мероприятия, я их не слушаю. А второе, второе он говорит. Выношу на, как сказать, на рассуждение, на объяснение, что куда-то чуть ли не свой состав преподавателей в семинарии вносят меня. Вот, какие будут у вас предложения, там, распредложения-то какие-то. Он, говорит, придет, Игнатий, то он вашу, говорит, как он сказал, авторитет-то ваш развеет здесь. Кадила как-то... Вам, говорит, не придет не только кадилом махать, да крапилом. Кадилом да крапилом. Ну и... А другие спрашивают так. Ему, говорит, письмо пришло, архиерею-то. И он принял сразу меры. А какие кто? Ну, все сразу догадались. От патриарха Кирилла, конечно. Ну, не патриарх, это люди так подумали. Будет что или не будет, но, однако, вот так. Он сказал, что занятия придется вести, может быть, и со священниками. Ну, аминь, аминь, что скажу, аминь. Я им сказал сразу, пять предметов я могу взять у вас. Агеография, это житийность, мировое искусство, Библия, Новый Ветхий Завет. Вот. Противосектантское, называется сектоведение. То, что близко мне, миссионерская работа, миссионерский отдел. Это моя жизнь. Я согласен. Так что помолитесь, чтобы Бог вывел меня на арену. А то мне радио-то везде закрыли, телевидение закрыли. Ну, я без дела-то не сижу. Окей, сейчас помер. Обижают. Так. Ну, вопрос, разрешили вопрос. Что такое глаз и кто такие малые сии? Да, слушай меня, здесь у меня стоит вопрос. Я не знаю, почему. Теперь объясню. Здесь написано. Псалом 88, 49 стих. Кто из людей жил и не видел смерти, запятая, избавил душу свою от руки преисподней? Вопросительный знак. И слово преисподне почему-то мне подчеркнуто. Этот вопрос я себе поставила давно, тебя спросить. Теперь я... До Христа, понятно, до Христа все люди шли в преисподние места. Об этом говорит апостол Петр, первое послание, третья глава, 19 стих. И сошед Христос, говорит, в преисподние, проповедовал. И кому проповедовал, дальше указывает, про Ноев потоп поминает. Для этого, и об этом написано во втором, или в первом послании, первом, четвертая глава, кажется, шестой стих. И мертвым было проповедуя ему. То есть они были не в раю, в раю никого не было. Первый в рай вошел разбойник. Кто не видел? Но иногда, по словам преисподня, они понимали могилу. То есть нижнее место от поверхности земли. Хотя у евреев было учение, что все души находятся в Шеоле, Шеол. Неопределенное место, где мучения нет, но и света нет. Большого. Так, поняла? Да. Так, еще вопрос. Смотри, вот здесь подчеркнуто у меня. Сердце развращенное будет удалено от меня. Ну, точка запятая. Злого я не буду знать. Это Псалом 100, четвертый стих. Ну и что? Вопрос в чем? Какой вопрос? Ну, здесь стоит сос у меня. Почему сос? Сос? У нее стоит слово сос. Почему сос? Сос? Да, это что-то значит такое. Меня так волновало сильно. А вот ты не делай этого, не пиши, тебе этого не будет. Ты уже запуталась с этим. Попробуй стереть все это дело. О, это не стереться теперь. Бить тебя надо за это. Без обеда оставить. О, уходи, дейнати, ты что? Дима и так, говорит, много кушаешь. Да. У меня одна знакомая мусульманка. Она ростом и весом сходится с Татьяной Капустиной. Вот такая вот. Ну, может, видела там я беседую с мусульманкой? Ну, да. Вот. И она мне, отец мой, учитель, вот только так вот обращается и говорит, у меня лишний вес. Я говорю, а как-то узнала. Вешалось, значит, взвешалось и пять килограмм. Я так хочу убрать. Да ты в рот заклеишь, через неделю ничего не будет. Вот знаете, Енатель, легче всего. Вот труднее всего рот заклеить. У меня в лагере бывают ребятишки пухленькие, лишний вес бывает большой. И у меня называется галатийская диета, где мы сидим за столом, а это поперек скамейка, к ограде ближе, между ними и столами. И вот туда может садиться тот, кому я разрешу, кто хочет бросить вес. Ему дается, подходит к нему дежурный с тарелкой сухарей, один сухарь, ну и кружку компоту, ну и все. Больше ничего не надо. А все так же, играет, бегает, работает. Ну и садятся там, ну один тоже кинулся, а он вот такой щедушный, но я ему не разрешил, тебя наоборот буду лишнее подкладывать, чтобы набрал вес. Вот сидят, один правда сдыгал, это струсил, но половина срока прошло. Они сидят, а мы обедаем, они на нас смотрят. Ну если устал, садись за стол, даешь все, то есть ты сам. А один до конца это сделал, сделал как надо, и он сильно это поправился, то есть нормально и стал выглядеть. Приехал домой, а его дядя толстый, говорит толстый, это его бабушка наша, член общины, и говорит, Степа, какой ты красивый-то стал. Ну вот и все. Ну видишь, а в Псалом 110, 5-й стих говорится, пищу дает боящимся его, вечно помнит завет свой. Ну, наверное, духовная пища, да? Да почему, обыкновенная пища, а духовная, то мы уже можем так понимать. Пища, в первую очередь, имеется в виду плотская, хлеб, хлеб насущный. Накормил богого, ну а мы можем шире понимать и выше брать. Благовестовать ему, рассказать о вечной жизни, обо всем. Вот так. У Нади тут крестник один был, она воспримерница его была, пацан-то хороший. И вот он кончил институт и пристрастился к наркотикам. А наркотики это значит болезнь. Все, помер, нету его. А сколько молитвы? Сколько жил-то? Да я не знаю, до 26 может быть. Ножив чуть побольше. Я был как раз на поле, на молении, отец его знакомый мне, преподаватель в университете. Она главный ряда университетской газеты. Вот. А второй сын из тюрьмы не вылазит, машину угоняет. А сейчас направился, говорит, женился и перестал воровать, устроился на работу. А тот лучший, лучшие надежды подавал и умер. Ну знаешь, если к богу не придет, это ничего не говорит, что он там перестал воровать. Рука все равно будет тянуться. Ну я не знаю, как отец говорит, с его слов. Да. Смотрела я это, одно видео ваше летом, на занятии у тетлюби в доме, помнишь? Да, о страхе господнем, о страхе человеческом. Да, наверное. И вы там помянули красавец, красавец. Красавец, голубь. Да ты что, видишь его что ли? Вижу, вижу, конечно вижу. Ой, какой хорошенький. Это у меня они в избе двое живут, маленько что-то за ним могли. Вот, а сейчас я их обработал чистотелом, а то они сарапаются. А-а-а. Сейчас покажу. Вот он красавец мой. Вот он мой, красавец. Это вторая. Это белый. Это белый. Это я ее пометил пятнышками, чтобы среди других отличить. А-а-а. Она, голубка, его жена. Вот она, улетела. Как в комнате у нас хорошо-то. Ага. Дядя Игнатий, вы там в этом ролике, да, помянули Татьяну Плеханову. Да. Слушай, я не знала. Я когда узнала, мы аж вот так подскочили с Димой вот здесь у экрана. А-а-а. А когда это случилось-то? Ну, ты знаешь, что с ней случилось? Ну, так, вы чуть-чуть сказали, что ее там, это, топором стукнули, убили. Да, наняла каких-то рабочих. Там что-то туалетную стенку там подправить-то. Ну, и что-то там с зарплатой, что-то, я ничего не знаю. Но до этого она приехала к нам сюда, ко мне. И подает бумагу. Свою квартиру подписала на меня и на батюшку. А у нее два сына. Ну, а один там где-то женатый. Это, это, Данила-то. А этот-то такой, ну... Квартира с матерью. Они очень немирно были. Поэтому она, ни слова не говоря, сама сделала и дарственную на нас. Ну, и через полгода я хозяин. Я могу ее продать квартиру-то. Ну, а я решил на этом сыграть. Как на бирже труда. Он приезжает ко мне, а я... Ну, у меня на законном основании. И ты... Что ты можешь? Какие у тебя претензии? Ну, как же я вот так это там, чуть ли не жить негде. И все. Ну, скажи, почему я тебе должен ее отдавать? Квартира моя. У нас с матерью были хорошие отношения. Потом они испортились. Но она это не исправила. Так и осталось, и все. Ну, когда я довел их до полного смирения. Ну, я тогда сказал. Ты дашь обещание, что о матери никогда не будешь говорить плохо. Все. Теперь договариваются со вторым. А он умеет там где-то на автобусе работать. За мной приедете. И поедем тогда к нотариусу. Ну, они так и сделали. Двое. Тут меня взяли. Ну, поехали. Я при нотариусе сказал, чтобы они никогда о матери ни одного худого слова не говорили. Ну, ясно дело, чтобы молиться там. Ну, а нотариус говорит, да мне-то какое дело до этого. Ну, ясно дело. Я хотел, чтобы свидетели были. А потом они батюшку уговаривают вначале. Ну, тут тоже маленько поманежил или сразу, не знаю. Ну, и вот все на этом кончилось. Вернули им квартиру. Я говорю, ты скажи, ты полностью поверил, что я квартиру возьму. Ну, да. Ты вообще ненормальный. Ну, скажи, зачем она мне, твоя квартира? Зачем? В деньгах я не разбираюсь, в квартире не нуждаюсь. Ну, и что бы я с ней делал? Отдать, продать? Глупый ты совсем. Ну, вот так. Ясно. Смотрю, вот здесь еще вопрос наедельный. Псалом 145 стих. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Точка запятая. Пусть обличает меня, двое точие, это лучший елей, запятая, который не повредит голове моей, точка запятая, но мольбы мои против злодейств их. Это их означает людей. А злодеев, не об этих, которые впереди говорят. В Библии иногда вот такие сокращения заставляют думать, что говорится о том, что впереди. Здесь речь отрывочная. Там могла стоять не точка запятой, а точка против злодейств их. Или второй вариант такой, что если они сделаются врагами и будут говорить, ну, я прошу Бога, чтобы он прекратил это злодейство с их стороны. И все. Тут вопроса никакого нет. Ты очень углубленно считаешь, и вопрос возник. Что, все? Ну, да. Все. Нашла этот псалон, где про семикратную молитву говоришь. Да. Семикратно буду. Давай договоримся. В следующий раз ты зайдешь ко мне с глазком. Только с глазком. Мы не на равное говорим. Ты меня видишь, голубей видишь, а я ни тебя не вижу, ни голубка твоего. Ну, хорошо. Ну, постарайся. Договорились, да? Ну, постарайся. Постарайся. Стараться-то ничего не надо. Поставь, да и все. А что тут стараться? А то, говорит, а как ты бороду отращиваешься? А я говорю, не отращиваю, она сама растет. Есть такой-то снимок. Стоит Горбачев и руки раскинул, а перед ним карта России. Он говорит, я ни при чем, она сама развалилась. Все, отошел. Ну, просить пусть там. Давай, выключай. Вот Марина. Грещанка была у нас. Мы ее звали не Грещанка, а Гречка. Ну, у нее история такая, интересная довольно. Мать ее, Катерина, там где-то познакомилась. Какой-то Алик был, дагестанец, что ли. Ну, и она была уже беременная. Что-то было, ничего не знаю. Но главное, что он ее повез домой, а мать-то его сильно начала. У них национальные обычаи, так они придерживаются этого. И мать сильно так это против была. У нас так не принято, чтобы он ее привел. Мы должны сами ее сосватать и привезти. И она к кому-то отправилась. Сиди там в каком-то доме. Жди, вот когда за тобой посватывается. А я говорю, живу там сколько? И тогда сосед, в которой она живет, она говорит, они никогда не придут сюда. Они лишь бы тебя выпроводить. Ну, она уехала, уехала и... Уехала. Ну, что? Одна мать, что она будет делать? Она ребенка родила и решила его бросить. Или не знаю даже. Что-то там такое было. Или аборты, что-то такое было. А там нашлись люди в этом учреждении медицинском, которые... Я могу посмотреть, это у меня все записано. Тут неважно в этом деле. Дело в том, что люди добрые везде. И нашлась там одна женщина. Она гречанка, что ли, была вроде бы Елена даже звать. И они ее уговорили, что если родить, чтобы она отдала ребенка. И у Марины получилось теперь три мамы. Мужа мама Серафима Гавриловна. Своя вот Екатерина, не знаю, Савельевна, что ли. И та мама Елена Гречанка-то. Ну, те жили более зажиточные. Она с ней жила. Но это-то отдала и... Ну, что-то такое было, как... Она и не знала, что она то ли живая или не живая. И когда ей сказали, что я настоящая биологическая мама, живет где-то там, где-то. Она в Чемкенте вроде жила. И она ее нашла. Звонит. Мать-то из-за двери. Кто такая? Здравствуйте, я ваша дочь. Вот. Ну и... Познакомились. А у нее там еще были сестры. Вот. Сестре, кажется, ее. Так я понял. Квартиру не дали там. Она еще-то бросилась. У нее несколько детей остались. Это Ангелина. Она от Казаха их принесла. В Казахстане жили-то. Ну, а Катя-то тогда и этих взяла. То есть они все тут тогда. От сестры-то взяла и это. Ну, вот пришло время, они туда уехали. Видимо, какую-то роль сыграла мама ее, которая ее маленькую забрала. Видишь, какая интересная биография. И она никого не отрицала, Марина. Она такая ласковая. Ей хватает любви на всех. Там, я слышал, мама умерла. А теперь эта, которая живет. Она в интернете тут есть. Это Катерина. Она подходит и рассказывает, как она обратилась. Что она была где-то стюардессой, мама ее. А там же где-то работала моя сестра. И через сестру с ней познакомились. Я писал ей письма, высылал пленки. И она обратилась к Богу. Она меня считает своим. От кого обратилась. Говорит, от благовестия рожденной. Это ее мама. А через маму тут познакомились с Мариной. А то это Еленя. Она фамилия Куюмщиди. А муж-то плотников. Видишь, какая. Вот у нас люди такие интересные. Интересные такие биографии. И она, когда уезжала, там обед собрали. Ну, сильно звали. Они туда поехали. Из Потеряевки. Дом остался. Там живет ее мужем, видите, Дмитрий Устинович. Вот какой Устин. Понятно? Тут осец был Устинович. Ее мама там живет. И брат второй Митин. Я Митя зову. А они там. Нынче мы были в Афинах. Афины. Греция. И были у них. Они нас далеко встретили где-то. Повели за своей машиной. А когда уезжали, то ехать надо было до порта. Часа три. Ну, наверное, два с лишним. И он там все это сделал. И мы дали деньги. И переехали мы оттуда в Италию, в Рим. Нас там приняли. И библиотеку, и везде. То есть, куда бы ни поехал наши люди. Ну, в Германию приехали там вот это. Во Францию приехали, познакомились. В Лиссабон приехали. Вот тогда были в Иркутске. В Красноярске. Ну, везде есть люди. Добрые. Которые боюкают нас. Очень расположены. Вот она узнала, что тут кто-то болеет. И меня уже второй раз, она тут через скайп вошла. И вот, чтобы здесь навестили. Вот такой-то хороший парень. Но к нему не допускают. Мы уже развед... Сделали разведку. Прощупали, прозондировали. Ну, сейчас попробуем к вечеру еще. А потом попросим старшую сестру, чтобы она сходила. И когда будет возможно, схожу и я. Ну, мне тяжеловато ходить. Ну, просто я мало транспортабельный. Сижу дома. Не люблю ходить. Тем более зря, если там не запустят. А если найдет она его и вход свободный, то в больнице пятой мы можем встретиться. И при том, ну, Марина-то пишет... Как вот она написала? Утром письмо. И вот она мне пишет. Смотри как. Вот, смотри. Значит, это Ольга. Куемщине Марина. Мир вам, дорогой дядя Игнатий. Я опять осмеливаюсь вас беспокоить. Дело в том... Дело в том... Дело вот в чем. В городе Омске у меня живет очень хорошая верующая знакомая сестра во Христе. У нее есть сын Александр. Дальше о нем ничего не пишет. Но похоже, что неверующий. Вот за него я вас и просила помолиться вчера ночью. Ну, мы не знали Александр, Александр. Ну, молились. Даже незнакомый человек. Мы молились. Он живой. Я вас просто умоляю, дорогой мой дядя Игнатий. Ради Христа, ради гречки Маринки, у которой вы летом были. Подключите к этому делу нашего бесценного Виктора Андреевича. Это врач больницы. Пусть все, что можно и нельзя, все разузнают про Сашеньку. Посетите его вы и сестры по возможности в больнице. Если есть что-то, понесите ему из еды. Понесите ему. Он лежит в больнице. Из Миногорский трак 75. Семейкин Александр Константинович. Ему 25 или 26 лет. Он не женат и имеет высшее образование. Барнолий был на заработках. С пятницы ему было плохо. В воскресенье он вызвал скорую. Его увезли. Лежит в боксе. К нему никого не пускают. В инфекционном отделе. Ну, не пускают, значит. А чего ради нас пустят-то? И потом добавляет. Ради Христа очень-очень прошу вас, Виктор Андреевич, и всеобщим. Помогите, не оставьте Сашеньку. И опять. За что? Всех вас благодарю. Простите, плохо работают знаки припинания. Подарите ему благую весть. И возвестите ему о Христе. Вы посеете семя, а Господь возрастит. Возрастит. Сашу увезли с высокой температуры. Она держится, не спадает. Вот какие письма пишут. Видите как? Вот на пенсии вроде бы делов-то нет. А уже надо узнавать. Звонишь. Пойти. То есть везде. Нужен как бы востребован. Спрашивает, сколько лет тебе? А я считаю, что по востребованности. Если никому ты не нужен, уже отжил. Считаю, что тебе 99 с половиной. А если меня везде каждый день требуют, ну не больше 30. За остальное не ручаюсь. Я как-то ехал в трамвае. И один студент, видно, ехал. Ну она бабушка. Он встал. Бабушка, садитесь. Сиденье уступил-то. Я никогда не видел такой реакции. Она села, а он стоит. Как она начала? Ты бессовестный. Ах ты нахал такой. Да какая тебе бабушка? Ты посмотри на меня, а? Да как ты посмел меня так унизить? Да ты что? Да где вас таких воспитывают дураков? На весь вагон она так, он смущался, стоит, краснеет. Я как-то в одном селе были. Ну в каждый дом заходим, Евангелие дары. Выходит бабушка. И видно, что древняя старуха. Мы маленько поговорили. Я спросил. Скажите, бабуля, а сколько вам лет? А тебе сколько? Сколько мне? Мне было 73. Я говорю, 73. А ты еще сопляк. Ой, баба, а как ты меня, говорю, обрадовала-то, сопляк. Да к мне еще мало лет-то выходит-то. Она вроде и не сказала. Кто-то там сказал 90 с чем-то лет-то. Ну действительно так. Что тут убежать-то-то? Старый или молодой, это мое. Мое богатство. Если, конечно, года наполнены были благим, добрым. Вот так. Все на этом. Отхожу. Вот все, работаю в интернете. Вот Миша Харьмаев пишет. Видишь, вот все. Просто показали, патриарх был. Где он, патриарх был? Я сейчас покажу. Вот видите, я работаю в интернете. Вот. Вот это есть. Патриарх Кирилл возглавил церемонию открытия 18-го Всемирного Русского Народного Собора. Ну, когда опубликовано, кто там был. Тут все, Медведев, вот, правительство опубликовано, когда было. Я написал. А они от мира, потому и говорят по-мирски. И мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Считай вслух, Владимир. И многие... И многие последуют их разрату, и через них путь истины будет в поношение. Из любостяжания будут уловлять вас листивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Это я в тему вставил. 2 Тимофея 4.3 Ибо будет время, когда здравоучения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать и учителей, которые встили бы слуху. Исайя 30.10 Которые провидящим говорят. Перестаньте провидеть пророкам. Не пророчите нам правды. Говорите нам лестное. Предсказывайте приятное. Видите сколько? Дальше Еремею 29.8 5.31 Иоанн 15.9 19 Если бы вы были от мира, то мир любил бы свой. А как вы не от мира? Но я избрал от мира. Потому ненавидит масс мир. Вот. Иоанна 15.20 Иоанна 17.14 17.16 Иоанна 3.31 Иоанна 7.7 Михея 2.11 Считай. Если бы какой-либо ветренник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине Секере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Вот они стоят, патриархи, вокруг сколько. Это под этой темой я выставил такой материал. Ну, внизу тут подробно. Это все с интернета. Ну, вот по этой теме-то сейчас вдруг я получаю письмо. Ты можешь просчитать его. Ну-ка, просчитай вот это. Патриарх. Патриарх выступал вчера и позавчера на этом соборе. Акцент делается на русской идентичности и деятельности преподобного Сергия Радонежского. Я слушал его. Это благосостояние на битву вместе с небывалым доселе поступком отправкой на поле брани двух иноков придало борьбе с мамой характер священной войны и обеспечило Руси конечную победу в противостоянии с Ордой. Из заявления Всемирного Русского Народного Собора 2014 года. В данном случае это историческая преемственность от Сергия Радонежского и в его лице всей Русской Православной Церкви к сегодняшнему положению РПЦ. Как освящающие дела, действия президента и власти по укреплению государства. Не просто сотрудничество, но освящение через преподаяние благословения от МП РПЦ. Это ново. РПЦ берет или желает взять духовную власть. Что-то подобное тому, как Папа над императорами Священной Римской империи. Видишь как? Это люди, которые пишут. Он дальше пишет. «Русский – это человек, считая себя русским, не имеющий иных этнических предпочтений, говорящий и думающий на русском языке, признающий православное христианство основой национальной духовной культуры, ощущающей солидарность с судьбой русского народа». Это из его речи. Декларация принята тогда-то. А теперь читай, кстати. Кстати, Патриарх в своих выступлениях на этом соборе опять ни разу не вспомнил Бога, тем более Господа нашего Иисуса Христа. То есть я слушал речь ни разу, нигде. Просто невероятно. Как он так может? Хотя я заметил, что когда Патриарх выступает перед светской публикой, о Боге он вообще не говорит или говорит как можно меньше. А вот в храмах перед прихожанами вспоминает почаще. Апостол Павел на допросе был, царь Агриппа, посчитай себя счастливым, и далее начинает говорить о своем обращении. Если бы об обращении говорили, этого было бы уже достаточно, это встреча со Христом. Но ни слова Библии, ни Христос нигде не встречается. Тут уж ничего не сделаешь. Надо просто сказать, что действительно это так. Ну все, отошел.